9 сборных со всей России борются за лидерство на мацестинских футбольных полях. Все игроки 1997 года. Это как раз начало футбольной карьеры. Некоторые спортсменов представляют юношеские составы команд премьеры лиги и других дивизионов. Стараются на поле все. Этот турнир может стать путевкой в серьезный футбол. Два года назад в Крымске в составе сборной Сибири турнир стал открытием для такого футболиста, как Александра Головин, который сейчас является игроком ЦСКА. И юношеская сборная России, которая в составе стала чемпионом Европы, который проходил в финал Словакии. Команды разделены на две группы в каждой напряженная борьба. Для некоторых игроков это одно из немногих выездных соревнований, где можно показать свои возможности и встретить сильных соперников. Например, сборную Москвы. На эти финальные матчи игроки сборной столицы возлагают большие надежды. Шансы на победу большие. Турнир очень хороший. Уровень ребят у всех хороший. Приехали сюда побеждать. Это во-первых. Во-вторых, сейчас тяжело нам. Как бы из группы тяжеловато выходим. Сейчас надежда на Приволжей, которая сейчас будет играть, чтобы она выигрывала. Но есть шансы все. Мы стараемся. У нас еще одна игра с Приволжей. Будем выигрывать. Будем стараться выходить из группы. У южан тоже есть повод для волнения. Три поражения не дадут сборной Южного и Северокавказского округов шансов на высокие места. Однако спортсмены будут бороться до конца. Хорошие команды приехали. Мы ставили изначально задачу попасть в выход из группы. Но у нас чуть не получилось. В связи, я думаю, травмированных много игроков у нас. Так получилось уже. И чуть не хватало концентрации. В принципе, ребята бьются. Настрой есть. Но чуть не хватило. После группового этапа пройдут полуфиналы. А сам финал состоится в воскресенье. Поболеть за футболистов или просто посмотреть матчи может любой желающий. Игры проходят каждый день с 10.30. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ